Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 28 главу. И призвал Исаак Якова, и богословил его, и заповедал ему, и сказал, «Не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, поди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да богословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомство твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Отпустил Исаак Якова, он вошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Вафуила, армиянина, к брату Ревеке, матери Якова и Исава. И здесь Исаак преподает щедрое богословение Якову, и, похоже, он смирился с тем фактом, что его обманули. И он говорит, ну, ладно, если наследник богословения Исаак, так к тому и быть. И он говорит, Бог всемогущий да богословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе богословение Авраама, отца моего. То есть это богословение, оно уже передается по линии Исаака. Исаав отодвинут в сторону. И, конечно, ему это чрезвычайно горько, но это результат того, что он за одну снедь, за одну тарелку супа отказался от первородства. И землю наследует Исаак, то есть наследуют его потомки. В Библии, в Ветхом Завете, человек часто отождествляется со своими потомками. То есть когда говорят, я весьма размножу тебя, то речь, конечно, идет о том, что его потомки весьма размножатся. И отпустил Исаак Иакова, и пошел он в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуэла Рамиянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исаава. Исаав увидел, что Исаак богословил Иакова, и, богословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей ханаанских, и что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исаав, что дочери ханаанские не угодны Исааку, отцу его. И пошел Исаав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Аврамова, сестру Нафаеофову, сверх других жен своих. И мы видим, что Исаав, он многоженец, как это обычно для того времени. Как мы уже об этом говорили, люди Ветхого Завета, это не идеальные люди, это не люди из жития святых для детей. Это люди своей эпохи и своей культуры, но это люди, с которыми работает Бог, люди, через которых Он действует. У Бога есть те люди, которые есть. В данном случае это, конечно же, люди неновозаветных нравственных стандартов. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харран, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака, не бойся. «Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему, и будет потомство твое, как песок морской, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сиом, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. Во сне Господь является Иакову, и мы видим эту лестницу, которая уходит в небо, и ангелы Божии сходят и нисходят по ней. Этот образ лестницы, которая ведет в небо, это образ, который появляется в Новом Завете. Господь Иисус вспоминает этот образ, он говорит, вы будете видеть ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. И эта лестница – это пророческий образ Бога воплощения, это пророческий образ лестницы, по которой Бог сходит на землю и становится одним из людей в лице Иисуса Христа. Но это, конечно, еще очень далекий образ, которому предстоит только еще осуществиться в Новом Завете. А пока мы видим здесь обетование, которое подтверждается Иакову. Бог обещает Иакову многочисленное потомство. За что? Почему? Чем-то заслужил Иаков? Он особенно добрый, богочестивый человек? Ну, не особенно. Не особенно. Он обманул своего брата, он вообще обманул своего престарелого слепого отца. Он не очень хорошо себя ведет, прямо сказать. Но Божье обетование, данное Аврааму, остается неизменным. И это один из постоянно возникающих мотивов в книге Бытия. Бог непоколебимо верен. Бог сказал Аврааму, у тебя будет многочисленное потомство. И Бог это сделает, Бог об этом позаботится, его замысел осуществится. Его замысел невозможно сорвать. И вот Иаков пробуждается от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал. Бог присутствует в нашей жизни, даже когда мы этого не знаем, не видим или не хотим знать. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не что иное, как Дом Божий, это врата небесные. Страх Иакова, это не страх перед угрозой. Потому что Бог ему сказал, не бойся. Это благоговейный трепет в присутствии сверхъестественного. Страшно сие место. Страшно именно в смысле внушает благоговейный ужас и трепет. Это два разных вида страха. У Клайва Льюиса есть пример, что вот если вам скажут, что в соседней комнате находится тигр, вы испугаетесь. Ну, тигр это опасный крупный зверь, он может и съесть. Если вам скажут, что в соседней комнате находится могущественный дух, вы испугаетесь, но по-другому. Не потому, что вот вы боитесь, что что-то вам сделает, а вот именно присутствие сверхъестественного, оно внушает благоговейный трепет. И этот благоговейный трепет, в отличие от страха, никто из нас не любит бояться, когда нам что-то угрожает, и когда мы чего-то боимся, это однозначно неприятное переживание, мы хотим от него избавиться. Благоговейный страх, он наоборот содержит в себе невыразимую привлекательность и невыразимую радость. Когда мы читаем, например, в Евангелии, что жены мироносица, узнав о воскресении, побежали возвестеть об этом со страхом и радостью великую. Благоговейный трепет от присутствия сверхъестественного, это нечто другое, чем страх перед угрозой. Это дом Божий, это врата небесные. И он этого не знал. То есть можно пребывать в Доме Божьем, можно пребывать в небесных вратах, этого не осознавать. Мы призваны осознавать. Всякий раз, когда мы входим в храм, мы входим в Дом Божий, мы входим во врата небесные, мы должны входить со страхом и трепетом. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником и возлил елей наверх его. И нарек Иаков имя место тому, Вифиль, а прежнее имя того города было Луц. И положил Иаков обед, сказав, если Господь Бог будет со мной и сохранит меня в пути, селом, которым я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращу из Дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня Домом Божиим. И из всего, что ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. И мы видим здесь, что, приняв это Божие обетование, Иаков хочет ответить, он хочет что-то сделать, он дает обет. Если ты сделаешь, то я сделаю это. И вот эта практика обетов, она глубоко укоренилась в церкви, это абсолютно библейская практика. Мы знаем, что многие храмы на Руси были построены по обету. Человек, допустим, отправляется в путешествие, и путешествие в Средние века делает исключительно трудное и опасное, и он дает обет. Если ты, Господи, купцу, например, дашь мне возможность благополучно вернуться, я построю храм. И человек возвращается благополучно и строит храм. И вот такие обетные храмы до сих пор стоят. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Здесь еще раз упоминается десятина. То, что богочестивые люди отдают Богу. И десятина свидетельствует о том, что все, что мы имеем, есть дар Божий. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. То есть человек отдает себе отчет в том, что все, что он имеет, это Божье богословение. Все таланты, способности, здоровье, возможность трудиться, возможность приобретать деньги. Богорасположение других людей, работодателей, контрагентов. То есть всех людей, которые дают невозможность зарабатывать. Это Божий дар, это Божье расположение. И я свидетельствую это, отдавая Богу десятую часть. И для многих людей это трудно, но это важное проявление богочестия, это важное проявление нашей приверженности Богу. Если мы не можем давать десятую часть, то мы должны хотя бы определить, сколько мы можем давать. И это даже может быть какая-то, ну, очень небольшая часть, там, не знаю, 100 рублей в месяц, допустим. Но важно их регулярно отдавать на церковь, на храм Божий, потому что через эти небольшие наши дары Бог действует в нашем сердце, Бог действует в нашей жизни. Когда мы немножко приоткрываем пространство, врата для Божьей богодати, чтобы она могла действовать в нашей жизни, чтобы мы начинали хотя бы с небольшого. Мы с вами прочитали 28 главу книги Бытия. Мы с вами читаем Писание в рамках библейского портала «Экзигет.ру».